Музыка Всем привет! Бонжур! Хэллоу! Провожаемое лето под баянчик! Музыка Вот и лето прошло, словно и не бывало На пригреве тепло, только этого мало Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалы Прямо в руки легло, только этого мало Только, 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 только этого мало Только, 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 только этого мало Только, только, только этого мало Но есть и хорошие новости Слышите? Звучат фанфары Это выходит лето, но начинается новый телевизионный сезон. Мы рады, надеемся, что и вы тоже. Начинаем видеоотчет под названием «Как я провел этим летом». Повезло, если у кого-то был этим летом море, озеро, океанчик, ну или хотя бы бассейн во дворе. Но есть новости одни на всех, но с разным к ним отношением. Жизнь разнообразна, как коробка конфет. Кому-то шоколадные, а кому-то и сосательные. А лето – это маленькая жизнь. Вот, к примеру, с июня уже 6 тысяч беженцев-гаитян разными полуинелегальными способами прибыли в Монреаль. Под жилье им отдали тот самый нерентабельный олимпийский стадион. А с конца августа выплатили путевку в жизнь общей суммой 2,5 миллиона долларов. После получения чека, разумеется, гаитяне найдут себе постоянное жилье, детей отправят в школу и сами пойдут работу работать. Ничего смешного, просто досталась шоколадная конфетка. А ну и еще летняя новость под хэштегом «Больше ада». В случае в Торонто женщина покусала собаку. Смотрите. Конечно, кусачью даму наказали, покусанного пса спасли, но мир вряд ли останется прежним. Кстати, о собаках. Хотели было шоу-догов на канале Лошин вам показать, но в ход 15 долларов посчитали излишеством. Да и собаки с хозяевами были не столь многочисленны и веселы. Но все равно помните, участились случаи штрафов прямо средь бела дня. Нет у собаки медальона при живом хозяине 500 долларов. А уж если собака, хозяин без поводка, сразу 800. Если кто не заметил, то с 31 августа 2017 года мир окончательно перевернулся. Теперь законодательно можно не указывать в официальных документах свой пол, а ставить х, ноль или прочерк. Да хоть звездочку. И правильно. Какая разница? Мужчина, женщина. Не важно. Главное, чтобы человек был хороший. После этой новости вам будет легче смотреть прайд-парад. Там хоть какая-то определенность, но все-таки есть. И мы снимали это для вас, чтобы вы были в курсе. Ну что, товарищи понаехавшие, любите и не жалуйтесь земли чужой язык и нравы. Парад, он и в Африке парад. Радостные лица, полиция и вынос флага. Длиной аж в 30 метров. Во главе колонны был Трюдо. Но нас там не было. По закону парадного жанра колонны удивляли красочностью и в буквальном смысле выпрыгивали из штанов, чтобы потанцевать, а заодно шокировать публику. Удалось. Идут колонны первых наций. Работники Air Canada. Приветствуем университеты Могил и Конкордию. С горячим августовским приветом шествует Церковь Христа. Приветствуем колонну защитников животных и всех, кто против насилия. В праздничном убранстве выступают защитники прав человека и блюстители окружающей среды. За ними идут худыми рядами веганы и колонна ливанцев с сирийцами. Под лозунгом «Надо быть смелее». Трибуны рукоплещут, улица ликует, балконы церквей радостно машут. А драг-квин, так зовут таких затейниц, не подвели. Трудились, не покладая мягких точек. И всячески подтверждали, в этот день Штирлиц хотел побыть самим собой. Канун гей-парада состоялся первый после 13-летнего перерыва концерт Нелли Фуртадо. Что она делала все это время, пока не пела? Видимо, отъедалась, пришли к выводу внимательные фанаты. Медиаагентство. Инфо для вас. Разработка стратегий. Макета. Печать. Реклама на общественных экранах. Всегда поможем онлайн и офлайн. Это была короткометражка о том, чем отметился август. А сейчас о всесезонных ценностях. Этим холодным летом 2017 года удалось прогреться при температуре 60 градусов и стать свидетелями невероятно красивого процесса инсталляции натяжного потолка. Доложу я вам эта песня. Потолок натяжной радость, случаю шикуют, а цена не колючая. И потом исключен в дождь ливыний. Ну а цвет любой может синий. Сейчас идет кинофестиваль. Но что там их выдуманные истории, когда есть родные? Вот наш герой Алексей стать звездой большого кино не планировал. Но одно неосторожное движение и уже знаменитость. И ролик с ним в главной роли белоруса-контрамодиста три года не сходит с экранов. А парень просто хотел своей белорусской наивности виноград родной посадить. Наивность обошлась 800 долларов и телевизионной славой. Но жизнь продолжается. Алексей забросил свою кинокарьеру и нашел себя в инсталляции красоты. Потолки у нас берутся вот из таких вот пакетов, приезжают к нам из фабрики. То есть выглядит он вот так. То есть это в упакованном виде. Вот мы его разворачиваем. Материал достаточно прочный, боится только огня открытого и прямого поражения там каким-нибудь острорежущим предметом. Выглядит он вот так. На потолке он, конечно, выглядит как стекло. Полтора часа жаркого процесса, а полотно нужно нагреть до 60 градусов. И комната волшебным образом увеличивается в два раза. Стены раздвигаются, а потолок уходит в бесконечность. Здесь будет белый глянец, будет большое стекло белого цвета. Вот, то есть одним куском, то есть одним местом. Без швов, без ничего. Будет очень красиво. Классические варианты. Черный и белый глянец. Самые популярные. Бывают натяжные потолки и матовые, и сатин. Можно сочинить себе потолок самому. Хоть в небо, хоть в горошек, хоть в цветочек, хоть в дельфинчик. Любая картинка с гугла и мастера исполнят волю заказчика. Ну, мне самому нравятся дельфинчики, ангелочки. Ну, пока не было еще у нас такого вот. То есть, в основном пока что работа идет вот с простым материалом. Натяжной потолок не только красив и долговечен, но и экологически чист. Ни грязь, ни пыль, ни бактерии к нему не липнут. Не страшны ему ни взрывы вареной сгущенки, ни пробки от шампанского. Нет, ни пробка, ни мячик, ничего ему не страшно. Да, можете его пинать, бить кулаками, он опять назад вернется. Терпеливый натяжной потолок спасает квартиру от протекающей крыши. Просто надуется пузырь, а один квадратный метр держит 100 литров воды. Не дай бог, конечно, вам такого наводнения с неба. Как и кота, который подобно воде щелочку всегда найдет. Видим в ваших глазах вопрос, сколько? Отвечаем. В Атаве у нас фабрика, и мы сами делаем, здесь на месте паяем. Вот, поэтому у нас хорошая цена, вот, невысокая. От компании практически в два раза меньше. Чем делать местную компанию. Ну, теперь, друзья, вы знаете все о натяжных потолках и о том, как мы прожили летом. Подписывайтесь, не забывайте лайкать и пишите нам гневные эмоциональные письма. Это так бодрит. Обнимаю. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!